В конце 19-го и начале 20-го века в южных штатах Америки большое распространение получили так называемые суды линча. Это публичные казни через повешение или сожжение на костре без суда и без следствия. Палачом в данном случае выступала толпа, в которой, впрочем, часто можно было встретить и представителей избранной власти, мэра или шерифа того или иного южного городка. Жертвами таких расправ становились в основном чернокожие населения или другие национальные меньшинства. Только за 40 лет с 1880 по 1920 год в Америке официально таким образом было убито около 5000 человек. 3500 афроамериканцев и более 1000 евроамериканцев, итальянцев и евреев. В 40-х годах 20-го века практика судилищ линча в Америке пошла на спад и сегодня они практически не встречаются. Но какое место они оставили в американской культуре? Чем были вызваны и во что переродились теперь? Давайте попытаемся это понять, обсуждая самый известный суд линча в американской литературе. Сегодня мы с вами поговорим о писательнице Харпер Ли и о романе «Убить пересмешника». Привет, дорогие друзья! Это Белинский. И вы смотрите плейлист «Школьная программа США». Плейлист, в котором мы пытаемся понять американскую культуру через американскую литературу. То есть единственным доступным для русского человека способом. Харпер Ли известна как автор одной книги. В основу романа «Убить пересмешника» легло известное скотсбордское дело. В 1931 году 9 афроамериканцев были приговорены к смертной казни за групповое изнасилование двух белых женщин в товарном поезде. В деле было много нестыковок. Одна из женщин, которую по ее словам изнасиловали, согласно медицинской экспертизе, изнасилованию не подвергалась. А после первого приговора дело вернули на апелляцию. И тогда вторая женщина, насчет которой медицинское заключение, кстати, было положительным, забрала свои показания, заявив, что оклеветала обвиняемых. Но суд присяжных, состоящий из расово верных граждан Соединенных Штатов, все равно вынес обвинительный приговор. Таким образом суды повторялись много раз. Приговоры выносились присяжными и отменялись судьями. Все это дело длилось, наверное, более пяти лет. И в итоге четыре подсудимых были оправданы, а пятеро получили долгие тюремные сроки. Кто-то вышел досрочно, одного застрелили в тюрьме охранники, а в 1976 году Верховный суд штата Алабама признал осуждение Скотсборгской девятки судебной ошибкой. В начале этого судебного процесса Харпер Ли было пять лет. К 30 годам Харпер была обычным нью-йоркским клерком. Она недоучилась в университете, вела скромный образ жизни, но мечтала стать писателем. Писала рассказы, имела опыт редактирования журнала в студенческом прошлом. И когда писательнице было 30 лет, в 1956 году, на Рождество, она получает подарок от друзей. Ей подарили, я цитирую, оплачиваемый годовой отпуск. Для того, чтобы она уже наконец написала свой первый роман. Не знаю, каким образом можно подарить отпуск. Наверное, ей просто подарили деньги. И так или иначе, после этого, конечно, не через год, но через три года, появился роман «Убить пересмешника», в основу истории которого лег именно суд над Скотсборгской девяткой. В романе писательница возвращается в свое детство, делая главной героиней маленькую девочку, которая живет в южном американском городке и наблюдает за процессом против негра, где ее белый отец выступает в роли защитника. Примечательно, что сам судья пытается помочь обвиняемому, веря в его невиновность. Но дело в том, что вердикт выносит не судья, а присяжные. А присяжные – это обычные жители юга, которые руководствуются не принципами права, право им неизвестно. В основе их вердикта лежит их субъективный взгляд, их житейская философия, их отношение к неграм и то, в конце концов, что же подумают соседи, узнав об их решении. В каком-то смысле присяжные – та же толпа, которая линчует негров на улице в это время. И хотя суд проходит в здании суда по всем правилам, это все-таки суд линча. У нас в России принято считать, что суд присяжных самый гуманный, что он всегда принимает сторону обвиняемого. В 19 веке суды присяжных у нас оправдывали людей, совершавших теракты. В супротив государственному судье, который в отсутствии разделения властей в России не может вынести никакой приговор, кроме обвинительного. В романе «Убить присмешника» все происходит наоборот. Писатель говорит о несправедливости суда присяжных, который руководствуется не принципами права, а своим субъективным видингем. Но почему у этих людей такое видинге? Давайте попытаемся это понять. Роман «Убить присмешника» на самом деле нечто большее, чем история о несправедливо осужденном негре. И уж тем более, это не роман, ратующий за права темнокожих и обличающий американский юг. «Убить присмешника» – это книга о людях, американский юг населяющих. Автор хочет, чтобы мы этих людей поняли, а для того, чтобы их понять, нужно взглянуть на мир их глазами. Пока мы этого не сделаем, мы не узнаем причины их поступков, и это незнание будет вызывать у нас злобу и страх. Каждого героя романа можно понять, и автор заставляет нас это сделать. Заставляет посочувствовать персонажам, которые совершают неправильные и иногда даже злые поступки. Мы сочувствуем молодой школьной учительнице мисс Кэролайн, когда она плачет после уроков. Мы жалеем мисс Дюбос, которая изводила брата главной героини. Мы понимаем сестру Атикуса Александру, которая, несмотря на свою кажущуюся чопорность и глупое высокомерие, на самом деле хочет только защитить семью своего брата, потому что своей у нее, видимо, не осталось. И мы даже готовы простить Мэйлу Юэл, которая обвинила подсудимого в том, что он не совершал, чтобы скрыть свои поступки. Мы ее прощаем, когда понимаем, что причина ее поведения в страхе перед отцом и в одиночестве молодой девушки, живущей практически на помойке, семью которой в городе никто за людей, в общем-то, тоже не считает. Все люди хорошие, говорит Атикус, каждого можно понять. Но в романе есть один персонаж, на сторону которого нельзя встать, которого нельзя понять и посмотреть на мир его глазами. Это мистер Юэл. В романе прямым текстом говорится, что мистер Юэл просто плохой. Плохой и все тут. И ни понять, ни простить его невозможно. Как же быть с этим? Дело в том, что мистер Юэл это не человек. Все персонажи убить пересмешника живые люди, а мистер Юэл это образ. Образ невежества. Не случайно все поколение Юэлов не ходило в школу. Узнав это, мы теперь можем сказать, почему все эти добрые, хорошие южане устраивали суды Линча. Причина этому невежества, которое может сидеть в каждом человеке. А невежество – это тоже незнание, это тоже непонимание других людей, неумение взглянуть на мир их глазами. И вот мы подобрались к ключевому герою книги. Страшила Редли, который весь роман просидел дома в заперти, которого так боялись поначалу Глазастик и ее брат Джим, появляется, чтобы всех спасти. И когда Глазастик провожает Страшилу домой, она вдруг понимает, с какой точки зрения, как сказали бы американцы, с какой point of view, смотрел на мир ее новый друг. Перед читателем, как будто заново проносится весь уже прочитанный роман, только мы видим все происходящее уже из одного узкого окна темной комнатки, в которой все это время сидел Редли, который так вовремя пришел на помощь, когда это было больше всего нужно. Что же сделал Редли? Он убил мистера Юэла. Да, Страшила защищал других людей. Он спасал их, и мистер Юэл заслужил то, что получил. Но ведь после случившегося шериф и Атикус фабрикуют улики и показания так, чтобы скрыть личность Редли, чтобы не проводить суда и следствие. И это не правовое решение. Хотя мы понимаем, что оно справедливое, и свершился справедливый суд, но это практически тот же неправовой суд Линча. И разве те, кто участвовал в судах Линча, не считали то, что они делают актом справедливости? Разве все те, кого казнили эти люди, были невинными жертвами? Я уверен, многие были. Но были линчованы и многие бандиты, многие убийцы, итальянские мафиози, которые просто подкупили власть, занимались рэкетом и терроризировали людей. Конечно, никто из них не заслуживает смерти. Но мнение других людей зависит от их точки зрения. Здесь, мне кажется, воплощается жестокая черта американского характера, дающая его носителю моральное право отстаивать свое понятие о справедливости с оружием в руках, в то время, когда власти бездействуют или подкуплены. Страшил Редли – это тоже своего рода образ сидящего внутри американского человека понятия о справедливости. И оно сидит где-то глубоко до поры до времени в своей комнатке. Но если где-нибудь на улице какой-нибудь Шовендерек задушит какого-нибудь Джорджа Флойда, оно вырвется наружу так, что мало не покажется. И тогда на улице Толпа людей будет судить, не опираясь на право, но принимая в расчет собственный, субъективный взгляд, свою житейскую философию, свое отношение кафро-американцам и то, в конце концов, что же подумают соседи. А еще Страшила – это обычный американский супергерой. Человек в маске, творящий справедливость. Он, как Бэтмен, одиноко сидит на вершине дома и смотрит, не творится ли где-нибудь несправедливость. И, как любой американский супергерой, он вершит свой неправовой суд. Страшила был наш сосед. Он подарил нам две куколки из мыла, сломанные часы с цепочкой, два пени на счастье и еще он подарил нам жизнь. Но соседям отвечаешь на подарок подарком, а мы только брали из дупла и ни разу ничего туда не положили. Мы ничего не подарили ему. И это очень грустно. Вот такое виденье романа «Убить пересмешника» сегодня у нас получилось. А на следующей неделе на нашем канале выйдет видео, посвященное делоге Алексея Балабанова «Брат». Подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Но если у вас есть другое любимое произведение, и вы хотите, чтобы мы дали ему свою интерпретацию, то и это смело пишите в комментариях. Мы обязательно прочтем их, и по лучшим предложениям снимем новые ролики. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!